Школьники села Матур Таштыбского района учебный год открыли вместе с новой школой на 240 мест. Это стало событием не только для района, но и для всей республики. Напомним, строительство здания началось в сентябре 2011 года. Тогда заложили первый камень. Многие сомневались, справятся ли строители в отведенный срок. Два года для такого объекта – рекордные показатели. Но возведение школы все это время было на контроле правительства и Верховного Совета Хакасии. Очень важно, что мы в это трудное время все-таки учли, вернее, сделали все, чтобы школа состоялась. Есть школа – будет село. Будет село – будет жизнь. Я думаю, что это повод для возрождения Матур большого села. Я сегодня бы хотел от всех жителей Таштыбского района поблагодарить руководство Республики Хакасия в лице главы Республики Хакасия Виктора Михайловича Зимина, представителя Верховного Совета Республики Хакасия Владимира Николаевича Тагашева за принято решение по строительству Матурской средней школы. В 2015 году Матур отметит свой 190-летний юбилей. История деревни богата известными именами, поэтому и новая школа названа в честь почитаемого в селе героя Великой Отечественной войны Григория Зорина. Этот человек родился и жил в Матуре, а военные годы удостоен многих наград. Среди них орден Ленина и медаль «Золотая звезда». На открытие первую линейку специально из Красноярска приехал его сын Григорий Григорьевич Зорин. Отец, когда была у него возможность, там, героя получил, нужно было и делать карьеру, что угодно, он все равно вернулся в свое село. На масштабный проект строительства сельской школы ушло 250 миллионов рублей. Это деньги республиканского и районного бюджетов. Сумма хоть и большая, но ситуация того требовала. Старой школе давно перевалила за 100 лет. Еще в 2010 году ее признали аварийной. Ветхое здание сменили просторные классы, спортзал и удобная современная столовая. Школа ничем не уступает никакой любой городской школе или федеральной школе из других регионов. Школа построена и запроектирована по современным санпиновским требованиям. Республика на верном пути развития. И не зря сегодня восстанавливаются программы развития малых сел. Строятся и вводятся в строй школы, детские сады, дома культуры, культурно-оздоровительные центры. Программа сохранения и развития малых сел Хакасии работает в республике меньше года, но уже есть результаты. Сегодня их оценивают сами жители. Молодежь стала интересоваться деревней и всерьез рассматривать варианты переезда. Заря у Стабаканского района. День села в этом году для ее жителей стал настоящим праздником. По программе сохранения и развития малых сел Зарю курирует Министерство культуры. В деревне, где воду брали из местного пруда, пробили колонки, заасфальтировали улицу. А через несколько месяцев откроется и новый клуб. В деревне живут 24 семьи, в основном пенсионеры. Однако привлечь молодежь пока нечем, расширяться не получается. Все земли вокруг владения института аграрных проблем. Сегодня правительство и Верховный совет Хакасии пытаются договориться и забрать участки под жилое строительство. Здесь будут раздаваться около двух с половиной тысяч земельных участков. И, конечно, это значит строительство, это значит дерево, металл, это краска, это выполнение всяческих работ, это магазины и базы, которые будут продавать здесь строительные материалы. В надежде на положительное решение сегодня и заря. Ведь только так власти смогут реанимировать маленькую деревню у Стабаканского района. Это были все новости парламентской недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин